Аэропорт Кабула сегодня вновь подвергся обстрелу. Очевидцы говорят о шести пролетевших ракетах. Пять из них сбили американские ПВО. Одна достигла цели. Ответственность за атаку на себя взяло исламское государство. Между тем количество погибших в результате авиаудара США в Кабуле выросло до 12 человек. Шесть из них дети. Напомню, последний срок вывода американских войск из страны истекает завтра. Это значит, что после пребывания американцев будет считаться оккупацией. Талибы уже объявили, что 31 августа Кабульский аэропорт полностью перейдет под их контроль. Такими тревожными новостями, которую неделю полнятся инфоленты. И, судя по всему, отголоски событий в Афганистане еще не скоро позволят расслабиться мировым политикам. Причем не только тем, кто добровольно ввязался в конфликтный диалог с талибаном, но и тем, кто просто вынужден столкнуться с последствиями афганского переворота. Потоки беженцев, наркоторговли и террористические угрозы. Все это не может не беспокоить Белоруссии и ее ближайших союзников. Потому этим утром Александр Лукашенко провел телефонные разговоры с лидерами ряда государств. Подробности переговоров стали известны на встрече президента с главой дипмиссии Таджикистана. Только что разговаривал старый президент. Рассказывал о ситуации, которая складывается в Афганистане. Кстати, очень много новой информации, которую в средствах массовой информации не слышна и не видна. Очень серьезная, напряженная ситуация. Я ему очень благодарен за то, что он вот откровенно мне рассказал все, что там происходит. И насколько важно нам сегодня работать с Таджикистаном, другими республиками, особенно с Таджикистаном. Границу надо укреплять. Граница сложная. Она и в советские времена была сложной. Сейчас тем более все это легло на плечи таджикского народа, Таджикистана. Понятно, что людей защитить границу у вас достаточно. Нужны современные средства вооружения. А также много-много вопросов, которые мы обсудили с ним, в том числе и выработка общей позиции, согласование ОДКБ ШОС этой позиции по Афганистану. Все это мы положили на плечи Малиша Рыбовича во время встречи в Душанбе. Вот и с Владимиром Надеевичем мы сегодня с Путином общались. Я хочу еще переговорить с Мерзионовым о ситуации в том регионе, чтобы иметь четкую картину перед заседанием ОДКБ. И все согласились с моим предложением провести консультации по линии ОДКБ ШОС. Все будет в Душанбе. Руководители будут там на месте. И нам важно было бы посмотреть, о какую позицию займет ШОС. Если позиция ШОС и ОДКБ будет консолидирована, то мы с этой ситуацией справимся. И поможем и афганскому народу преодолеть эти все сложности и трудности. Но если на афганской скрипке будет каждый играть по-своему, быть беден. Объединить усилия в рамках ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества – предложение Александра Лукашенко, которое прозвучало на внеочередном саммите ОДКБ. Неделю назад «Афганский вопрос» собрал лидеров Альянса у экранов. В онлайн-формате обсудили немало острых тем. Это и военное присутствие Америки в сопредельных Афганистану странах, и ситуация на таджикско-афганской границе, и нарастающий миграционный коллапс. Тогда Александр Лукашенко обратился к союзникам. Необходимо как можно оперативнее выработать общую позицию по Афганистану, расставить приоритеты и задействовать все возможности обоюдных договоренностей. В решении афганского вопроса должен быть задействован потенциал Шанхайской организации сотрудничества, как одной из самых влиятельных структур в Азии. Члены ШОС практически все сосредоточены вокруг Афганистана. И там их глобальные интересы, по крайней мере, Китая и России, Индии, Пакистана. Поэтому хорошо, что в Душанбе состоится и совещание Шанхайской организации сотрудничества. Следует усилить взаимодействие по линии ДКБ ШОС, используя для этого саммиты двух организаций, запланированные на 16-17 сентября в Душанбе. Возможно, проработав этот вопрос, мы выйдем на совместное заседание по проблематике афганского урегулирования. Захотят члены ШОС следовать в русле обсуждаемого вопроса сегодня? Хорошо. Не захотят? Но мы свою позицию обозначим и предложим. А им уже решать. Думаю, что здесь мы очень можем серьезно продвинуться. Посыл белорусского лидера был услышан. В повестку предстоящих саммитов в Душанбе включен Афганистан. Это может стать фундаментом для принятия стратегических решений в области безопасности целого ряда стран. При этом считают эксперты прийти к согласованным позициям, выработать механизмы и инструменты защиты национальных интересов всех участников – задача первостепенной важности. Предложения главы государства отражают не только наши национальные интересы, но и национальные интересы наших союзников. Действия организации ДКБ, ШОС, ситуация по существу приводит к тому, что вырабатываются совместные взгляды, программы действий, консолидированные, что, конечно, незаменимо для оценки национальной безопасности во внешней среде. И если во внутренней среде 25 июня у нас вышел закон о суверенитете и защите конституционного строя, то вот эти вот действия, они по существу формируют программы и варианты действий в сложных ситуациях мирового такого масштаба. Очевидно, что готовиться к подобным встречам наш президент основательно. В кабинете первого сегодня посол Таджикистана Махмад Шариф Хагдот. Александр Лукашенко попросил главу Дипмиссии высказать свое видение ситуации в Центрально-Азиатском регионе. Ведь Таджикистан, а это южный рубеж ДКБ, исторически и географически чувствует афганскую ситуацию острее других. Для меня эта встреча очень важна в преддверии визита в Таджикистан. Очень важна, потому что все-таки вы обладаете большей информацией, нежели все остальные республики и даже государства в мире. Я абсолютно убежден, даже вы обладаете большей информацией, чем Соединенные Штаты Америки, которые непосредственно там работают. Дядя Малиша Алипович, у нас постоянно, вот десятилетиями, можно сказать, сколько я его помню и знаю, предупреждал о чрезвычайно опасном развитии ситуации в Афганистане. Ну, мы так это все слушали, понимали, в мире, везде непросто. И как родовое событие, наверное, воспринимали, и насколько он оказался прав. Это непростой район, и дело не только в Афганистане. Непростая ситуация в соседних государствах, на Ближнем Востоке. Радикализм весь этот, который, к сожалению, имеет и сегодня объективные основы и причины для такого поведения. Ведущее западное государство туда влезло, создали еще худшую ситуацию, нежели она там была. Ну, естественно, породили еще больший радикализм. Кто в этом виноват? Вот они и виноваты. Ну, отчасти, может быть, и мы, потому что мы так сидели и думали, что нас это не касается и не коснется. А нет, все коснется. Глава дипмиссии выразил благодарность нашему президенту за внимание к этой проблематике и осведомленность в вопросах безопасности не только на пространстве СНГ, но и во всем мире. Дипломат также поделился с журналистами подробностями подготовки к встрече в Душанбе. В связи с ситуацией, которая сейчас есть, одной из важных тем будет вопрос ситуации с Афганистаном. Обязательно и в рамках ОДКБ, и в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Поэтому для Таджикистана большая честь принимать большую делегацию. И в обычном формате, мы знаем, что в последние годы в основном в онлайн-режиме такие мероприятия. И как бы одно из первых на пространстве СНГ заседание глав государств проводится в таком очном формате. Лидеры стран ОДКБ и ШОС встретятся лично в столице Таджикистана 16-17 сентября. Как сообщил посол Таджикистана в Беларуси, все стороны уже подтвердили свое участие.